Бисмиллахи рухмани рухаин И просим у Аллаха, чтобы он возвеличил пророка Мухаммада И сохранил его общину И затем я вас приветствую Традиционно говоря Чтобы был мир, спокойствие у вас, твердость в убеждениях Милость Аллаха над вами и благословение Сегодняшний урок мы начинаем с 177 вопроса из книги Бахчата Назар Является ли преследование за имамом Обязательным условием, что молящийся за имамом должен знать о том, что делает сам имам Вот это условие? Да, это условие Ответ такой, чтобы было правильное следование за имамом во время джамаат, коллективного намаза Должен следующий за имамом знать о том, какое руком действие совершает имам Ну, если он прочитал Фатиха и сделал руко, то следующий за ним должен об этом понимать, что такое произошло Чтобы последовать И это, либо он его должен сам видеть, либо слышать и понимать, когда он говорит Аллаху Акбар Что он уже сделал руко, или когда он поднимается, говорит, что он уже поднимается с этого руко, с поясного поклона И так далее Либо он должен видеть того, кто видит имама, если много рядов впереди Или он слышит того, кто слышит имама Иногда бывает, когда большое количество людей, то через десятки рядов повторяет человек Сказанное имамом именно такбир Имам говорит Аллаху Акбар И где-то за 20-30 рядов стоящий один говорит Аллаху Акбар, чтобы другие слышали И так такая дисциплина Для того, чтобы последовать за имамом, нужно знать, что он делает, чтобы последовать за ним Или он должен видеть того, кто видит имама Или самого имама Или слышит имама Или того, кто слышит имама, он слышит Это условие 178 вопрос Если между имамом и маумом Имам это стоящий впереди во время молитвы Маум это следующий за ним Ну вот в рядах выстроились и коллективная молитва идет Так вот, следующий за имамом И имам Не должно быть между ними препятствия Вопрос Это Если есть препятствия Что насчет намаза Не считается намаз Следующего за имамом Если Между ним и имамом Или теми рядами, которые стоят за имамом Есть препятствия Например, полностью закрытая стена И нету никакого прохода То есть, вмещающие К проходу К рядам Или к самому имаму Или закрытая дверь И в другой комнате При закрытых дверях Молится имам То следование за ним не получится Если же 179 уже вопрос Если же Имам Выполняет Помимо обязательного Еще Суну И следующий за ним Мамум Отличается Явно От имама В соблюдении Этой Суны В соблюдении Или несоблюдении В общем Явно видно Что есть отличия Внешние Каково положение Положение такое Что намаз Мамума Не считается Если он знал О том Что нельзя Вот Делать такие Явные отличия И это сделал Умышленно Например Имам После Второго Раката Не Прочитал Ташагут Естественно Что он встал И не прочитав Этот Ташагут Ат-Тахаят Он поднялся Хотя Мог сидеть По школе Шафи И для того Чтобы читать Этот Ташагут А мамум Зная о том Что имам Либо забыл Либо умышленно Не прочитал Не выполнил Эту Суну Он останавливается Если И делает Эту Суну То есть Чтение От Ташагута Во втором Ракате Если намаз Три Раката Или четыре Раката То по школе Шафи Это только Суна А он сделал Суну И тем самым Внешне Если со стороны Кто-то смотрел Быто Видел бы Разницу В выполнении Намаза Имама И этого Мамума И это нарушает Намаз Точно так же Если например Имам Читает Это Ташагута Ничего незаметно Но если Внешне Видно Что Отличие В выполнении Намаза В соблюдении Вот этих Действий То тогда Нарушается 180 Вопрос Когда Должен Следующий За имамом Мусульманин Что он Он выполняет Он выполняет Молитву Следуя За имамом Вот это Следование За имамом Должно Быть У него По школе Шафи Обязательно Во время Такбира Это если Намаз Джумуа Пятничная Молитва Коллективная Праздничная А так же Если Этот Намаз Повторяется В смысле Если человек Выполнил Намаз Не именно Джумуа Повторяется А вообще Другая Молитва Например Он выполнил Намаз В мечети Вместе С Джаматом И Зухур Намаз Или Асар Намаз И пришел Человек Который Опоздал И он попросил Его Можешь Со мной Встать На намаз Чтобы у Было вознаграждение За Джамаат Намаз И тогда Получается Тот Который Один раз Выполнил Ему желательно Помочь Другому Для получения Это вознаграждение Коллективной Молитвы И он Становится С ним Но в этот Момент Если он Стал Уже Повторно Повторяет Намаз С определенной Целью Которую Мы сказали Для того Чтобы другой Не потерял Вознаграждение Джамаат И это Желательно Так делать Он Делает Намерение Притакбир Или Храм Что он Следует За этим Имамом Новым А также Во время Намаза Который Совмещается По причине Дождя Сильного Ливня Вот Зухур Намаз И Асар Намаз Делает Из-за того Что на улице Сильный дождь Люди Побоявшись Того Что они Промокнут И не смогут Вернуться Ко Времени Асар И имам Решил Что из-за Таких Погодных Условий То они Объединяют Два Намаза Зухур И Асар Здесь То же Самое А что Касается Других Намазов Намерение Следовать За Имамом Это Может Быть Не Только Во время Аллаху Акбар Таквира Вот Этого Аллаху Акбар Может Быть Он Скажет Аллаху Акбар Сердце Определил Что это Фарт Асар Намаз Или Магреб Намаз Ну и потом Уже Сразу Сделал Намерение Следовать За Имамом Тогда Получается Это в других Намазах Кроме Тех Трех Которые Мы Перечислили Джумуа Повторный И по причине Дождя Что Объединяется Что имеется Ввиду Имеется Ввиду Что Любой Другой Намаз Прежде Чем Он Последует В Действиях И Совершить Что-то Чтобы Было Это Показателем Следования За Имамом Он Должен Сначала Определить Сердце Намерение Что он Следует За Имамом До того Как он Например Сделал Руку Или Начал Долго Стоять Ждать Имам Сказал Аллаху Акбар С определенным Намерением Мамун Говорит Аллаху Акбар И Определил Только Намаз За это Время А потом Если Это Не пятничная Молитва И Не то Что Мы Сказали А Вот Обычная Такая Молитва Другая Любая То Он Должен Сделать Прежде чем Дать Себе Понять Что Он Ждет И Следует За Имамом Какое-то Долгое Время Он Должен Определиться В сердце Что Он Следует За Имамом И Поэтому Он Долго Ждет Или Поэтому Он Ждет Пока Мы Сдел Имам Руку А потом Он Делает Руку Прежде чем Так Поступить Он Должен Определиться В сердце Что Он Следует За Имамом 181 Вопрос А вот Теперь Имам Когда Он Должен Определить В своем Сердце Намерение Что Он Имам Он Не Просто Намаз Зухур Аср Магреб И так Далее А Он Как Имам Стал Намаз Для Этого Есть Ответ То На Это Вопрос Есть Ответ Обязательно Чтобы Имам Сделал Намернее Во время Такбира Вообще Что Он Определил Что Он Имам Если Это Намаз Джумуа И так же Если Намаз Который Как Мы Сказали Повторяется Для Того Чтобы Кто Получил Вознаграждение Коллективной Молитвы Опоздавший Один Если Он Там Стал Имам То Он Тоже Должен Намернее Говоря Аллаху Акбар Что Он Имам И Выполняет Такую Молитву И Еще Имам Который Выполняет Молитву Которая Совмещена Зухр Это Асар Или Магреб Аша Соединяется Для того Чтобы По причине Ливня Или Как мы Говорили Погодные Условия Не позволяют Вернуться Людям Если Они Уйдут Обратно В мечеть Чтобы Коллективная Молитва Была Соблюдена Имам Решил Объединить Молитвы Зухр Асар И Тогда Когда Он Объединяет С предыдущей Молитвой Асар Намаз Это Молитва Там Он Должен Сделать Обязательно Намерение Что Он Имам В В других Намазах Желательно Сунна Даже Если Он Не Сделал Намерение Что Он Имам Намаз У Него Будет Приниматься И Тех Кто За Ним Следовал Тоже Будет Приниматься Если Все Правильно Сделали Но В Других Намазах Ему Желательно Сделать Намерение Что Он Имам Вот Такой Урок На Сегодня Досохнуть Нас Аллах От Неверия Надеемся Что Аллах Даст Нам Быть Всегда На Правильном Пути Потому Что Все По Его Воле Его Предопределение Неизменно Надеемся Что У Нас Будет После Смерти Облегчение И В могиле У нас Будет Покой Ла Иллах Иллах Мухаммад Ресулллах Аллахумма Суели Аля Сейдина Мухаммад Аля Алихи Ва Сухби Ва Селим Ассаламу Алейкум Ва Рахматуллах Редактор субтитров Корректор субтитров Редактор субтитров А.Семкин